Здравствуйте, товарищи! В эфире Аврора. Сегодня с вами в студии Алексей Колодкин, за режиссерским пультом Александр Власик и на прямой связи с нами наш гость, кандидат исторических наук, профессор МПГУ Герман Артамонов. Здравствуйте, Герман Анатольевич! Добрый день, Алексей! 21 января 1924 года ушел из жизни, пожалуй, самый выдающийся человек своего времени. Его имя носили как знамя еще совсем недавно, пожалуй, половина человечества на нашей планете, а для остальных оно до сих пор является проклятием. Его труды не теряют актуальности до сегодняшнего дня. Имя ему Владимир Ильич Ульянов Ленин. Друзья, сегодняшний эфир будет посвящен Ленину. Если вы захотите принять участие в обсуждении, пожалуйста, поддержите названную тему своими вопросами по этому человеку, либо по его окружению. Герман Анатольевич, вам слово. Спасибо, Алексей! Вы сделали очень удачный такой подход к этой громадной, необъемной совершенно теме, которую мы, конечно, не успеем полностью на должном уровне осветить и подойти к этой глыбе в рамках одной передачи, да и вообще, даже если бы цикл мы сняли целый, об этом все равно эта тема не исчерпаем, она бесконечна, потому что мы действительно имеем дело с феноменом настолько масштабным, настолько глобальным во всех смыслах, что он просто не укладывается в сознание и по сей день, я бы сказал, на должном уровне не то чтобы научно не осмыслен, я бы даже сказал бы, что особенно в нашей стране тогда же проблема, увы, не поставлена. А основное противоречие важное состоит как раз-то в том, что с одной стороны, как вы, в общем-то, сказали правильно, это человек удивительного масштаба и один из выдающихся, хотя в данном случае я бы сказал бы вообще самый выдающийся, пожалуй, я об этом еще скажу чуть позже, почему именно так я его трактую вообще в мировой истории, с ним, в общем-то, некого сопоставить. И с одной стороны, а с другой, то есть имея у себя в российской истории такого персонажа, мы сегодня, по сути дела, я бы сказал бы, что отношение к нему, изучение его именно в нашей стране, значительно проигрывает отношению к нему и изучению его и теоретического научного наследия и практической деятельности, результаты практической деятельности, проигрывает по отношению к тому, что происходит в странах Западной Европы и США. Я хочу сказать, что, вы знаете, меня в свое время поразилась одна из самых злых книг по отношению к советскому опыту известного довольно-таки советолога, в свое время ведущего такого знамени, такого антисоветизма. Я имею в виду книгу Карла Поппера и его позицию, в свое время, кстати, она сыграла свою роль при подготовке, в том числе и вот тех изменений, которые с нами произошли 30 лет назад. Это книга «Открытое общество и его враги», очень зло, кстати, написано, помимо всего прочего, там он нескрываемый, хотя ученый-то, в общем-то, должен, тем более позитивистского склада, а Карл Поппер, конечно, позитивист, хотя он себя этим не считал, но объективно он, конечно, позитивист, и он, ставя, в общем-то, задачу, по сути дела, научного обоснования своего мировоззрения, при этом все равно свои мировоззренческие принципы ставит во главу угла, поэтому книга в этом смысле не выдерживает критики именно с точки зрения своей очевидной и нескрываемой тенденциозности, чего он иногда не замечает, но вот при всей своей злости менее всего я ожидал именно у него слышать такие оценки Ленина, как его, кстати, философского наследия. Именно у Карла Поппера, он читал, что, конечно, это выдающее, и имел в виду его книгу, о которой я сегодня еще обязательно поговорю, мы его главном философском труде «Материализм и империю критицизм», он относил к выдающимся книгам, и любопытно, у него там есть такой пассаж, у Карла Поппера он говорит, что, безусловно, помимо того, что там содержание научное выдающееся, он отмечает, что Маркс и Ленин при этом, как настоящие ученые, никогда не гнались за красотой формы, а умели писать очень просто. И в этом смысле сравнивая их труды с наследием современных нео-марксистов, идеалектиков, он говорит, что, на мой взгляд, основное это как раз содержание современных продолжателей этого направления, идеологического направления, научного, если угодно, направления, самое такое корректное высказывание – это напыщенность. И он говорит, что я думаю, что если бы Ленин и Маркс были бы знакомы с трудами вот этих современных, их как бы продолжателей, и он здесь совершенно прав, они бы употребляли более адекватные выражения, чем мою напыщенность. И это слова одного из крупнейших на Западе критиков как раз вот того научного и того практического наследия, которые оставил Ленин. И в этой связи надо сказать, что вот нет пророка в своем Отечестве. По-настоящему научная биография этого человека, она не была, как это ни странно, не была создана в советский период. И уж тем более, по понятным причинам, она не создается и так не ставится задача сегодня. Вот почему это в советский период произошло, это очень важно понять, почему это произошло. Ведь это означает, что по-настоящему его наследие и его главные достижения, они не были использованы при советском строительстве. Ведь можно и так вопрос поставить. И от этого никуда не деться. Я думаю, что часть сегодняшней передачи мы объективно посвятим. Я бы хотел посвятить поиску ответа именно на этот вопрос. Вообще вот на протяжении этой недели памяти Ленина я принял участие в нескольких передачах. И меня, понятно, что они не позволяли, вот так как у нас с вами формат не предполагал, так обстоятельно что ли поговорить, пусть и в ограниченное время, но все-таки обстоятельно. Вот только на эту тему. И по крайней мере я имею благодаря вам возможность, ну хотя бы не только начать мысль, но ее и закончить, логически. А мы этому рады. Взаимно. Вот мы здесь совпадаем. Меня, понимая это, ведущие спросили, вот как бы я сегодня студентам очень коротко на доступном для них уровне простым, так сказать, ленинским языком бы объяснил бы, а в чем, собственно говоря, его значение, почему его нужно изучать сегодня, почему он все равно актуален. Что главное в нем? Что он как ученый или философ, он оставил огромное наследие, сто томов написано, не изданно. Ибо ведь находил время человек это писать, да? С другой стороны, безусловно, это практик. Да, это человек, который ставил конкретные практические задачи, который участвовал, вступил в самую сложную, самую энергозатратную деятельность, которая только известна. Он вступил в борьбу за власть. Он является объективно, как бы мы ни говорили, создателем советского государства, одержавшим борьбу, победу в этой борьбе. Ну, по крайней мере, в определенный этап он ее явно одерживал. Хотя до конца, конечно, мы еще, надеюсь, тоже этого снемся, ему побороть все тенденции не удалось. Но, и, в общем-то, курс, который, насколько был преемственен, курс, это тоже отдельная тема. Так вот, кто же он, да? При таких, как бы, вот, значительных результатах, что основное, что важно, самое важное. И, конечно, зависит от угла, от точки зрения. И в определенном контексте мы, наверное, будем так или иначе привлекать внимание к той или иной стороне его деятельности. Но все-таки я глубоко убежден в том, что те результаты, которые он достиг, практической деятельности, а его главный результат практической деятельности, по сути дела, он, как создатель советского государства, он, по сути дела, является автором, и благодаря ему была на практике реализована извечная мечта человечества, пришедшего к государственным формам общежития или человечества, достигшего определенного уровня развития и запутавшегося в своих противоречиях. А именно мечта о построении все-таки на Земле, в масштабах человеческой цивилизации, общества социальной справедливости, основанного на принципах социальной справедливости. В этом смысле это беспрецедентное, подчеркиваю, достижение в мировой истории, потому что все остальные общества объявляют справедливыми модели социальной организации, основанной на принципах социального неравенства людей. Просто они считают, что это справедливо, это вытекает из естественной природы человека, биологической природы, в том числе человека. В конце концов, мы же все неравны, способности у нас у всех разные, да, поэтому, да, отсюда все остальное. А модель ленинская все-таки предполагала построение общества, при которой социальная справедливость максимально соответствовала и принципам построения этого общества, где социальное неравенство людей нивелировалось. И, соответственно, вот как создатель этого, реализации этого эксперимента, как основное, конечное, практическое достижение, в этом его мировое значение, и, кстати, он поэтому, как это ни странно, ленин жив, ленин будет жив, я понимаю эту фразу, известную, да, формулу политическую, так, что пока человечество живо, все равно мы видим, что как рождаются противоречия, они воспроизводятся в человеческом обществе, и отсюда, пока эти противоречия будут воспроизводиться, будет сохраняться мечта о построении такого общества, общества социальной справедливости. И отсюда будет неизбежно воспроизводиться интерес к советскому опыту, и неизбежно будет воспроизводиться интерес к человеку, который стоит у истоков всего этого, который есть фундамент, колонны и основания этого. Так вот, что же тогда главное, вот почему ему удалось реализовать вот этот беспрецедентный, подчеркиваю, в мировой истории эксперимент, и, может быть, самый важный эксперимент в истории человечества. Все остальные-то, они как раз реально реализуются, их не нужно поддерживать, они воспроизводятся сами собой. Так вот, я глубоко убежден в том, что основным фактором, который позволил ему такую всемирно-историческую функцию выполнить, является, лежит не в сфере практической деятельности, а в сфере теории. В первую очередь, феномен Ленина состоит в том, что он, может быть, входит, я бы сказал бы, в пятерку людей за всю историю человечества, которым удалось овладеть истинным методом познания объективной реальности. То есть, по сути дела, это то, чем занимается философия, занимается раздел ее гносиологический, то есть, обосновывая принципы организации научного исследования, которые обеспечивают получение максимально объективного научного результата. Надо сказать, что если в естественных науках эти задачи и методы получаются значительно раньше, чем удалось получить в сфере гуманитарной, и там действительно практика, критерия истины, это совершенно очевидно в естественных науках реализуется совершенно безболезненно и достаточно быстро на жизни не то, что одного поколения, а в течение, так сказать, это можно обеспечивать и, так сказать, буквально минут, то в естественных науках, в гуманитарных, прошу прощения, науках, по сути дела, ведь основная сложность состояла в том, что для того, чтобы доказать истинность того или иного, той или иной гуманитарной теории, предполагающей, как нужно анализировать общество, как нужно понимать его законы, для того, чтобы обеспечить практическое доказательство этого, не хватало жизни создателей этих методов. Пожалуй, Ленин единственный человек, который продемонстрировал и который реально сумел не только написать книжки как, о том, как и что нужно делать, а который сумел отреализовать на практике. И в этом смысле основу и душу его, его существо составляет, подчеркиваю, все-таки его главное его достижение лежат в области теории познания, как ученого. И смысл состоит в том, что он не только освоил некие принципиальные положения, конечно, он стоит на плечах гигантов, безусловно. И вся мировая, и не случайно он, кстати... Вообще, обратите внимание, что политики 19-20 столетия, реальные политики, они все еще при этом ученые и гуманитарии. Те участники активнейших политических процессов, которые борются за власть между собой, они все еще теоретики. Это крупнейшие гуманитарные ученые. И вообще вхождение в политику и борьба за власть в этот период в первую очередь означало знакомство и осмысление конкретных методов исследования на организации научного исследования. А что это означало на практике? Это означало, конечно, почему вообще так задача была поставлена. Формально-логически она ведь естественным образом должна была бы возникнуть. Дело в том, что если есть некое истинное знание, истинное представление об обществе, скажем, то есть, грубо говоря, такое представление... Что значит истинное представление от общества? То есть нужно представить его таким, какое оно есть на самом деле. Какое оно есть в объективной реальности. Так вот, движение к этому истинному знанию предполагает формирование обоснования истинного метода познания. Потому что применяя разные методы познания к одной и той же реальности, мы получим принципиально и получаем по сей день принципиально разные результаты. И задача стояла, в общем-то, прийти в реальную политику, что значит добиться успеха к власти, значит нужно адекватно понимать, что происходит в объективной реальности и в соответствии с этим пониманием строить соответствующую политику. И как оказалось, это овладение этим методом познания, это чрезвычайно сложная задача, потому что за всю историю человечества, подчеркиваю, людей, которые овладели диалектикой в совершенстве так, как Ленин, но их не более пяти. На мой взгляд. Так вот, это, подчеркиваю, теоретическое состоявляющее, на мой взгляд, она и давала преимущество ему колоссальное. По сути дела, он, я бы сказал бы так, что вот еще нужно понимать, что для того, чтобы к этому прийти, ну тут много, тут можно какие-то, так сказать, и мистические вещи впадаться, как вот, что такое гениальность природы, откуда это и так далее. Но здесь важно в контексте того, что вот нашего разговора понимать, что путь вот к этому методу, он, видимо, не очень что ли, вообще сознание человека, оно естественным образом скорее ближе к позитивизму. В том плане, что мы зависим от, эмпирически зависим от опыта, личного опыта, который мы имеем, от той социальной среды, от того образования и так далее. И когда мы строим свои конструкции, как бы вот мыслительные, как анализировать, да, что с вами происходит, как мы учимся, то мы, естественным образом, склонны доверять своему вот этому субъективному, по сути дела, позитивистскому опыту. Это естественно. А диалектика предполагает его преодоление. Именно поэтому, то есть это нужно действовать вопреки, это нужно ломать естественную природу, что ли, мышления. И поэтому результаты в этом отношении буквально добиваются единицы. И означает это применительно к реальной практике то, мы считаем как, что вот российская социал-демократическая партия появилась, партия Ленина, потом там большевики и так далее. И все они марксисты. Они же все марксисты. Маркс признают. Признают. Капитал читали? Читали. И в этом смысле как бы они означают, что они овладели этим методом. Значит, они все союзники, единомышленники, следуют одинаковому верному пути. А реальность-то оказывается, если Ленин только один овладел этим методом, это означает, что он союзников, людей так же мыслящих, так же анализирующих, он не имеет даже внутри своей партии. В партии большевиков, даже среди своих ближайших соревнований. И если вы это учтете, то вы поймете очень многие перипетии политические, которые ему приходилось решать на всем протяжении своей жизни политической борьбы. В реальности, я бы сказал бы, что в этом его трагедия состояла в том, что, я бы сказал бы так, помните, вот такая знаменитая была притча, вообще она древневосточная, по-моему, индийская, о семи слепцах, которые встретили слона на встрече, слепцах от рождения. И которые, как бы, захотели узнать, что он такой. Один трогал его, ну, тактильный контакт, они же слепые, один за хвост, другой за уши, третий за ноги. И, соответственно, у одного получилось, что слон это веревка, у другого, тот, который, значит, трогал за уши, это какой-то большой там лопух. Ну, а тот, кто за ноги, слон похож на колонну. Так вот, представьте себе, что Ленин и партия большевиков и его союзников, вот он единственный из речи, а все остальные слепцы. И вот, соответственно, они, когда анализируют конкретно объективную реальность, вот один хвост, другой колонна, третий, и только он один видит, что такое, что это на самом деле. И поэтому, когда он говорит, что нужно делать, то он-то исходит из того, что он видит, а они-то все этого не видят. И он все время вынужден им объяснять, он проходит дискуссии, именно поэтому у него основное время уходит на создание философских трудов, имеющих колоссальное значение. В частности, ну вот в конце десятых годов, в 1908-1910, он посвящает, выходит его принципиальный, его главный философский труд, материализм и империю критицизм. И где он, по сути дела, вступает в спор с мощнейшим методологическим течением позитивизма, грубо говоря, позитивизм. Критикуют Марха, Авинариуса, а на самом деле Богданова, Луначарского, а они тогда входят в большевистский центр, кстати, все. И надо сказать, что вот эта работа, я поражаюсь, насколько она актуальна сегодня. Ведь сегодня этой диалектики вот в науке исторической практически не осталось. Мы все отдали на откуп западным сегодня методологическим схемам, а если называть вещи своими именами, так они прямые продолжатели Марха и Авинариуса. Марха и Авинариуса, субъективнейший идеализм, сегодня методологический уровень исторической науки характеризуется именно, я бы сказал, не только уже империокритицизмом, но еще бы империокритинизмом, я бы сказал. Потому что мы в конечном итоге они хотя бы ставили задачу открыть истину, истину гуманитарную. Сегодня-то мы даже от такой цели отказались. Да, допустим, мы с вами обсуждали, сегодня любого историка можно загнать в тупик на заявлении закона исторического науки. И он не сможет вам изложить формулу, с которой согласятся все. Да, допустим, сегодня мы не открыли этих законов и не смогли их доказать однозначно. Но это означает ли это, что мы в принципе должны от такой цели отказаться? Ну так сегодня же? Ну очевидно, что нет. Как познание бесконечно, как можно ставить преграды на пути познания? Как цель эта все равно должна оставаться? Так сегодня даже цели такой. Мы согласились с тем, что мир не познаваем. Есть жизнь на Марсе, нету жизни. Науки это или на Земле. Науки это неизвестно. Вот папа современной науки. То есть она чрезвычайно актуальна сегодня. И остается удивляться, почему даже в советские годы эта гениальная работа Ленина изучалась в вузах так бездарно, я бы сказал, что основное содержание вообще оставалось за бортом. Я помню эти годы, когда мне так повезло, что мы учились. Я получал образование вот в годы перестройки, а тогда был колоссальный всплеск истории. Все общество жило историей. И у студентов этой исторического факультета тем более. И сколько я себя помню, нас все время занимали ожесточайшие дискуссии между собой. И с преподавателями внутри себя, студенческого сообщества. И я помню, так даже стало модно критиковать уже с 88-го года после 19-го конференции уже и Ленина можно было критиковать. Я помню, как увлеклись тогда критикой этой работы. На самом деле, конечно, ничего оригинального. Все повторялось. Те же Валентиновские, так сказать, и прочие намеки на то, что он не мог за полгода, когда он писал работы в лондонской библиотеке «Освоить философское наследие буквально 20-30 философов мирового уровня». И среди критиков этой работы был такой популярен аргумент. Вот терминологически даже Ленин не соответствует современному и тогда, и современному ему, и тем более современному сейчас понятийному аппарату философу, язык гряб. Философы так не говорили, они используют другие термины. Можно подумать, что Ленин тогда сдавал кандидатский экзамен по философии или писал квалификационную работу, диссертацию по философии. Но это форма, наверное, да, конечно, здесь можно придираться. Это отменяет существо тех вопросов, которые там были поставлены в этой работе. Почему он так спорит с позитивистами? Ведь с комплексом он спорит, с комплексом ощущений, который заложен в основу их мировоззрения, по сути дела. Но проблема-то не в комплексе ощущений, а проблема в том, что люди, приходящие ко власти, с комплексами ощущений, из него вытекает произвол и беззаконие по отношению к целым народам. Грубо говоря, в чем разница между Лениным, материалистом, и империокритицизмом с точки зрения политики? Вот представьте себе, что у вас государственный деятель либо с той, либо с другой философией и взглядом. Ленин будет идти от реальной жизни. Вот я вижу слона, значит, я буду строить как цельное некое явление, законченное. Значит, я буду строить свои взаимоотношения, исходя вот из того, что, да, из этого истинного знания. А что будут делать политики с этим мировоззрением? Они будут идти, что значит от комплекса ощущений? То есть от неправильно понятой идеи. Вот у них в головах неправильно понятая идея, объективная реальность, которую они не понимают. Как они будут решать это противоречие? Единственное, на что они способны, это железной рукой подгонять реальность, не соответствующая их идее, под дурацкую идею. Но под дурацкую идею вы согнете, вы наломаете, вы ничего не построите. И означает это, что в руководстве партии и страной пришли не марксисты мировоззренческие, пришли чистые махисты и критикуемый не советский строй, по большому счету, а в том числе многие вот эти обкровенно махи... Именно этим объясняются те бездумные, бездарные решения, увы, и советской власти. И та жестокость, с которой сопровождалась и политика в отношении церкви, хотя церковь могла быть союзником большевиков, то, как расправлялись с казачеством, с крестьянством и так далее, хотя оно могло быть союзником, подчеркиваю. И не случайно не попадалось, что Шукшин ненавидел буквально Горького, потому что считал, что именно он внушил Ленину, а потом Сталину, идею о мелкобуржуазном характере русского крестьянина. У вас нет в принципе другой социальной структуры, более соответствующей идеям социализма и социального равенства, чем крестьянская община. Ее нужно было полностью сохранять, и Ленин это понимал. В конце он понимал, хотя и вот его последние работы, как преобразовать раб Крин, а не об этом, о самоуправлении, потому что почувствовал вот эту вот тенденцию, которая идет. Но он всегда ее чувствовал, он всегда понимал. И вообще, вот то есть, иными словами, вот это истинное знание, подчеркиваю, истинный метод, которым он обладел, именно оно позволило ему решать грандиознейшие задачи. Но нужно понимать, что решал он их в условиях постоянной борьбы. И не столько даже, я бы сказал, основная борьба шла нисколько с противоположными политическими партиями, буржуазными. Главное, противоречие нужно было решать внутри своих союзников. Я настоятельно в этом смысле рекомендую не читать все эти сто томов. У него есть гениальная совершенно вещь. Это она вошла в 29-й том второго издания, полного собрания «Зачинение Ленина». Она называется «Философские тетради». Вот там... Я, кстати, простите, перебью. Здесь вот как раз и вопрос такой есть, но я его шире задам. Вы не могли бы составить нам потом, и мы это добавим в описании, список вот этой литературы именно под авторством Ленина? Как бы вы рекомендовали бы прочитать, с чего начать, если этот человек ни разу не читал его, и чем закончить, к чему прийти? Понятно, что все сто томов никто не осилит, и времени на осмысление. А да, вот чтобы вот именно... Я знал людей... Сможете? Попробую. Состоять такой список. Хотя это очень смутная задача. И может быть, вы понимаете, вот тут такой момент. Я вам сейчас его приведу, чтобы вы понимали. Однажды я слушал одного из крупнейших историков, который, на мой взгляд, вот я бы включил бы в пятерку этих гениальных мыслителей, диалектиков. На уровне Ленина? Да. Хотя, Ленин, понимаете, в чем дело? Ленин все равно впереди, потому что, понимаете, вот истинное знание, оно вот для чего нужно. Помните, как Маркс говорил в свое время? Он говорил, предшествующая философия пыталась мир объяснить. В то время, когда задача стояла его изменить. А для чего нам это знание нужно в конечном итоге? Оно же должно иметь практический результат, практический выход. Если тебе дано вот это способность понимать так, как оно есть, ты же можешь преобразовывать, делать мир лучше. Марксу это не удалось. Ленину это удалось. В этом смысле у него вообще, вы знаете, диалектика как теория, вот можно ли научиться диалектике как теории? Нет. Только в практической деятельности. И сказать, человек диалектик или нет, вот если он будет вам рассказывать методологическую основу своего исследования, вы никогда не понимаете, он реальный диалектик или нет, или просто болтун. Просто можно, знаете, так сказать, нахватать, по-ленински жить, представить. Проявляется это только в конкретном исследовании. Но вот возвращаясь к этому ученому, который вплотную подошел к этому, однажды он сказал, может быть, за всю свою жизнь имеет смысл прочитать всего одну единственную книгу. И тут возникает, когда он вот эту первую фразу сказал, у меня сразу, так сказать, мысль в голове. Скажите, какую? Вы-то знаете? Чего читать миллион? Зачем тратить попросту? Вы-то знаете, какую? На что он, предвидя подобного рода размышления, эту фразу закончил. Но вся сложность состоит в том, чтобы понять, какую, нужно прочитать миллион. Поэтому не ждите, если от того, что я вам скажу списочек, вы сразу, так сказать, здесь по-разному можно идти. Но одну книгу, одну статью, по крайней мере, прочтите, думая над которой, вы придете ко всему. Очень короткая, всего несколько страничек. Она называется «К диалектике» или «К вопросу о диалектике». Ну, в общем, так. Либо два, либо три слова. Либо к вопросу, либо просто к диалектике. К вопросу о диалектике. Там о ней бесконечно можно думать. Именно вот, причем, понимаете, там у него, он же там говорит вот эту фразу свою знаменитейшую. Диалектика. И есть метод познания Гегеля и марксизма. И дальше, вот на какую сторону, и в скобочках пишет, это не сторона, это сущность дела. Не обратил внимания Плеханов. И дальше, не говоря уже об остальных марксистах. К вопросу о диалектике. Значит, но в реальности, понимаете, в чем дело, вот что ему пришлось преодолеть, принципиально преодолеть, когда вот он вот это для себя сложил, вот он этот метод, причем он совершенствует его на протяжении всей жизни. Вы знаете, чем он занимается перед октябрьской революции? Гегеля читает. Удивительно, насколько он чувствовал вообще Маркса. У Маркса вы найдете еще одну гениальную диалектическую мысль. Нет ничего более практичней, чем хорошая теория. Самая практичная. Хорошая теория. Потому что вы будете видеть слона. А без теории вы будете видеть хвост, колонну и так далее. Поэтому практический результат, он невозможен без хорошей теории. Мир не дан нам таким, каким он есть на самом деле. В силу субъективности наших органов чувств. На чем и стоят позитивисты, и дальше на этом вопрос для них закрыт. И нужно преодолевать это. Гегель, помните, как гениальная же тоже фраза. Одному, вот это продолжение, это философское осмысление притчи древнеиндийской о семи слепцах. Одному и тому же сознанию явление кажется лишь таким, каким оно его знает. Тем самым пояснил природу позитивизма и от себя тяну. И закрыл на этом вопрос. А задача стоит преодолеть ее. Понять его не таким, каким я его знаю. В силу своего опыта, а каким он есть на самом деле. И какой ключ к этому лежит. Так вот, когда он это понял, то ему пришлось, поскольку, знаете, я бы, вот, завершая вот эту притчу о слепцах. То есть, понимаете, он себя чувствует действительно как зрячий в море слепцов. И, соответственно, ему нужно, они же ему, когда он что-то говорит, мы же как считаем, что раз человек, то ему, соответственно, ему же следует. Все же верные ленинцы. Но поскольку они слепцы, они этого не видят. У них картина мира совершенно другая. Они его не верят. Ему каждый раз приходится преодолевать вот это вот внутреннее и принципиальный момент, который стоял для них и для него. Он вообще будет принципиален все время. Дело в том, что теоретически они же должны были, то есть, вот, социализм, это идея, как бы, построение этого общества. Они же думали о том, о чем. Какие факторы? Всем же хотелось это испытать. Что нужно для этого делать? Какие факторы основные? Какой основной фактор? Что должно обеспечить победу коммунизма? Напомню, как Вера Засулич, верная сподвижница Плеханова, писала Марксу письмо знаменитое. Можно ли, да, вот прийти? Мы правильно поняли, что нужно капитализм быстрее строить. Вы же написали, что капитализм должен материально-техническую базу создать и так далее. Значит, вот какой основной фактор? Что нужно делать? И принципиальное противоречие, дело в том, что, ведь нужно иметь в виду, что у Маркса, причем его новаторство принципиальное, дело в том, что как ведь основной характер противоречия человечества до него, до Марксовой эпохи, мыслился как противоречие между основным субъектом истории. Для нас данным, вот в объективной реальности. А какой основной субъект истории? Это племя, нация и национальное государство. И поэтому характер противоречий основной в человечестве мыслился как борьба между племенами, между народами и между национальными государствами. И вроде бы есть для этого основания в реальной практической жизни. Конечно. А войны мировые, что это как нестолкновение между Англией и Францией, там, столетняя война. И отголоски ее в этническом самосознании, кстати, этого противостояния, мы увидим по сей день. Маркс впервые, вот эти все противоречия, явленные нам, слепцам, как этим слепцам Древней Индии, перевел, сказал, что это все, так сказать, не суть. Противоречия между народами и между государствами. Основное противоречие между общественным характером производства и частным присвоением. Основное противоречие носит классовый характер и противопоставил класс угнетенных вообще. В общем, обратите внимание, вне национальных границ. И класс эксплуататоров, но тоже вообще. Он ушел от национального деления мира и так далее. Нет противоречия между Францией и Англией, но есть противоречия между капиталистом, грубо говоря, и рабочим, феодалом и зависимым крестьянином и так далее. И в этом смысле он перевел противоречия в глобальный характер. Кстати, Марксова в этом смысле учения, это один из первых открыто явных данных, ну, один, не первый, отнюдь, глобалистских проектов. Глобалистских, потому что все противоречия носят глобальный характер. И отсюда, конечно, естественным образом, что пролетарии всех стран соединяйтесь. Правильно? Раз противоречия глобальные, не национальные, а глобальные, пролетарии всех стран соединяйтесь. Логично. А что еще логично следовало исправить? То есть есть враг не Франция, не Англия. Враг, эксплуататор, класс эксплуататоров, присваивающих себе этот продукт частным образом. Значит, соответственно, отсюда делался логический, казавшийся естественным вывод о чем? О том, что уничтожение этого основного противоречия между трудом и капиталом возможно только в форме мировой революции. Отсюда что? Первый интернационал, второй интернационал и так далее. Интернационал, глобальная объединение, глобальная, глобалистская структура. Но это означает тогда, что для русских марксистов, вот они мечтают о социалистической революции. Но они тогда понимают, что для того, чтобы ее добиться, раз она может быть только как мировая, значит, мы тогда работаем не на русскую революцию, российскую революцию, не на Великую Октябрьскую, а на мировую революцию. А какое при этом отношение к России возникает, к народам, которые населяют? Если их нужно будет принести в жертву, допустим, мировую революцию. Ну, ради светлого будущего человечества. Как они на этот вопрос будут отвечать? А возможно ли тогда проблема стоит? Можно ли построить фундаментальнейшая проблема в отдельно взятой стране? То есть взять власть в руки не как власть мировую, пролетариата, а вот в отдельно взятой стране, республике. С точки зрения теории, Маркс уже противоречит. Если формально, логически рассуждать, Маркс прав, прав. Ведь, смотрите, что на это можно ему сказать было бы человеку, который бы сказал, что давайте попробуем, возьмем власть с водянием. Так весь мир против нас объединится. Вы же не устали. Ну, так и произошло. И вроде бы так и произошло. Правда, устояли какое-то время. Ну да. А еще, а был ресурс противостоять дальше? Ну, товарищ, мягко говоря, а чего у нас нет? Простите, чтобы мы не могли противостоять. Ну, а что, нет опыта сельского хозяйства, что ли? Ну, вообще, сейчас боюсь, что уже нет. Посмотреть несложно. Долго, но несложно. Ну, я бы сказал, что сложно. Знаете, почему сложно? Потому что уже носителей в мозгах уже нет. Еще, может быть, несколько поколений назад учить не надо было людей. Они еще сами знали, что делать в зоне рискового земледелия и как. А сейчас в деревне спросить не у кого, как посадить, чтобы выросла. Поэтому это уже не так просто. Но надеюсь, что есть. Темирядерская академия, там, ну, дай бог. Дальше. Ресурсы у нас есть. Энергоресурсы. Там, углеводородные ресурсы. Питьевая вода. Есть. Ну, как бы, почти вся таблица Менделея. Ну, да. Да, да, да. Система образования есть, которая способна готовить инженерные кадры. Или система профессионального образования. А вот тут мы можем споткнуться. Ну, знаете, скажу так, что, по крайней мере, высшее образование есть. То есть, кадры высшего квалификации инженерные. Пока еще лучшие в мире. Потенциал есть. Точка невозврата не пройдена. Что касается со средним профессиональным, сложнее и с начальным профессиональным. Но я думаю, что тоже. Если есть высшее, будет это. Значит, в этом смысле, так сказать, мы в условиях глобальных, вот этих всех экономических и прочее, прочее, прочее. У нас-то, как бы, вот исходные-то данные, они не хуже, а где-то и лучше. И в этом смысле, может быть, в железный занавес пропустить, так сказать, знаете, как все умрут, а я останусь. Значит, соответственно, поэтому, более того, элементы плановой экономики, они во всем мире внедрены. Более того, сейчас именно самые такие последовательные либералы вообще к этому приходят и так далее. То есть, оно было. Так вот, вернемся туда, вот накануне всех этих грозных событий. Вы понимаете, что, вот даже мы с вами говорим и видим, в общем-то, что, скорее, правда-то не за Лениным, а правда за теми, кто стоит за мировую революцию. Не выстоим. И они все так считали. И только он один. Он один. В 2013 году в знаменитейшей статье «Клозунгу о Соединенных Штатах Европы» говорит это в принципе о возможности в отдельно взятой стране. Ему никто не верит. А дальше вы будете анализировать, когда он чувствует, как он анализирует, как он чувствует момент, как он борется за власть. Ведь, понимаете, в чем феномен его? Потому что, если вы возьмете весь спектр политической России к началу 1917 года, вы увидите, что по своему вот этому потенциалу политическому, самый худший потенциал, самый маленький у партии бывшевиков. То есть, все факторы говорят о том, что стартовые позиции лучше у других. Это означает, что, грубо говоря, ему, для того, чтобы ему прийти, первому, и взять и реализовать, ему сложнее все. То есть, ему нужно быть не то, что на голову, на бесконечное количество голов, выше всех остальных, чтобы переигрывать их. Потому что он продолжает видеть то, что они видят другие. Но и переигрывает. Гениально переигрывает. И самое страшное, когда некоторые вещи там непонятны, почему он так... Там тактически идет борьба, он многое понимает, конечно. Он понимает основное, что его могут обойти в любой момент свои же. И очень многое в его деятельности, в период особенно осени 1917 года, связано с этим. Но, понимаете, если вы посмотрите на события этого периода, вы увидите, ну, очевидную вещь. Для того, чтобы большевики взяли власть, не нужно было арестовывать Временное правительство. Оно было настолько беспомощно, что достаточно было просто на Втором съезде Советов объявить о переходе власти. Их даже арестовывать было не обязательно. Политический вес, фактор уже нулевой. А для него принципиально. До открытия Второго съезда Совета. До открытия, вооруженные восстания, до открытия Второго съезда Совета. Значит, и... Вот это, причем подчеркиваю, это с точки зрения взятия власти, а потом станут вопросы, как ее удержать, что нужно делать. И у них опять они все разойдутся. Так вот, принципиальный момент перед взятием власти 16-го числа. Это знаменитейшая, да, мы со школьными исками знаем заседание, да, где они, ЦК, где они принимают решение о курсе на вооруженное восстание. И потом, ну, предательство Зиновьевой камень, которое в газете пишут. Они в своем не согласен. Хотя вот об этом факте подумайте. Вот в реальности. В газетах опубликовали, что большевики, значит, постановили 24-го числа, там, через две недели взять власть в свои руки. В газетах написали. И они взяли, пришли и взяли. Это как? А почему такое паралич, да? То есть вот это реальное состояние временного правительства. И мы же сказали, что с вами будет это. Значит, так вот, он на этом собрании меньшинствует. Они считают, что, знаете, вы посмотрите по именам, кто там участвует. Они все, ну, даже если нам что-то получится, то мы не сможем, мы не удержим власть и так далее. Это ошибка. Причем, даже судя по, я смотрел эти материалы, судя по всему, да не судя по всему, они же согласились с ним только ради того, чтобы они боялись с ним спорить. Вернее, они боялись аргумента его единственного, а он уже был готов его произнести. Они с ним никогда все время были не согласны, считали его, так сказать, приблизительно так же, как эти философы, которые материализм, империокритицизм критиковали за термины неудачные, значит, они считали, как, ну, давайте сейчас согласимся, вот сейчас, чтобы он там, ну, старик успокоился и лечь, там, не бунтовал, там, кто сейчас начнет там нам градить, что он под поле уйдет, новую партию создаст. Между собой, вот, типа, ну, да-да-да-да-да, ладно, успокойся, все, берем курс. А реально они все расходятся и действуют совершенно иначе, совершенно со своими программами, все, включая эту статью. Там же было помимо того, что они все действуют иначе. И вот здесь, чтобы вы понимали, в каких условиях он действует, какие факторы он приходится преодолевать. Причем у него уже сил не хватало, вот он, понимаете, то есть вот каждый раз, они же, когда ему говорят, вот он видит реальность некую, говорит, надо поступать вот так, потому что она такая. А они этого не видят, они ему говорят, а почему, мы видим иначе. Ну, вот, и он им как котятам, каждый раз вот слепцам должен объяснять, объяснять. А время идет, он же понимает, что тут время идет на часы. Здесь нужно действовать исполченно, а вот ему бесконечно навязывают дискуссию, дискуссию, дискуссию. Вы же вспомните, вот первоначальная дискуссия, но действительно и опыта нет такого, и дискуссия, она вообще предполагает. Но в той форме, в какой она проходила, я думаю, что у него уже сил просто вот морально не было с ними совсем. И в этом связи, я еще вот в числе литературы, которую стоит почитать, вообще не должен как профессиональный историк это советовать, но мне кажется, что это все-таки подлинный документ. Они опубликованы, это письмо так называемое анонима. Там, оно было опубликовано, кстати, все-таки в 20-м. Кому адресовано? Значит, я сейчас боюсь, письмо, называется просто письмо анонима, предполагается авторство Николая Ивановича Бухарина. Значит, там история сложная, он пишет письмо какому-то адресату, анонимному именно адресату. Хотя сейчас он остановлен, сейчас боюсь, ну, сноску я вам пришлю, кому адресовано письмо конкретно. Это один из вот лидеров там революционного движения, ну, не большевистского толка. Они были знакомы с Бухарином вот по годам той еще продолжительной борьбы в царской России. Он эмигрировал, соответственно, по-моему, в Германию. И это письмо вот этим вот адресатом было опубликовано, именно как анонимное письмо. Оно было опубликовано в прессе, по-моему, в 26-м году, если она память не изменяет. И вот с тех пор ведется как бы в науке, на нее была реакция Троцкого. И с тех пор ведется дискуссия в науке о подлинности этого письма. Значит, я считаю подлинное, ну, во-первых, я знал специалистов по Николаю Ивановичу Бухарину, на крупнейшем, которые говорили, что это очень похоже на его язык, то есть просто лексически. А второй момент. Там, с точки зрения исторического источника, мы знаем приблизительно, как вот отличают подделки. И фальсификат, ведь есть подделки, ну, скажем, подделки Сулукальзева. Они вообще на 100% воспроизводили текст Лаврентьевской летописи. Отличались только одной припиской на полях, что эта рукопись принадлежала Ярославу Мутру. Это принципиально меняло, так сказать, общую картину летописания, но с точки зрения самого текста 100% в соответствии подлинному источнику. Так вот, фальсификатор, когда он пытается вот сфальсифицировать исторический источник, он исходит из того, что текст должен максимально быть похожим на аутентичный. И в этом смысле он не позволит себе ни одной вольности, ни одной трактовки. А в данном случае, там, например, понятно, что человек, который пишет это, он раскрывает некую внутреннюю кухню высшего руководства ЦК. Ну, например, на уровне того, что, например, ну, кто там знал из историков, что здесь был центральный женский комитет партии, ЦК партии, женский отдел ЦК партии. Чего это такое? Чем он занимался? А он не только говорит о нем, он говорит, что, ну, или как мы между собой его называли, центр баба. Понимаете, что я не знаю? Вот эта проговорка, возможно, только человека изнутри. Ни один фальсификатор на это не пойдет, потому что это очень частная, замкнутая информация. Ну, представьте, если вы вдруг, скажем, будете представлять себя, что вот вы присутствовали там на пьянке небольшого круга, там, скажем, высших руководителей советского периода, там, на Сталинской даче вместе со Сталином, и начнете какие-то там подробности, детальки, там, вот вплоть до фраз и так далее. Если вы не были свидетелем этого и начинаете это выдумывать, то вас тут же разоблачат, потому что есть те, кто реально присутствовал, то есть есть внутренняя кухня, которую вы знаете, только вы. Это сразу выдает вас. Фальсификатор, наоборот, у нас этих всех вот вещей, вот такого частного, очень замкнутого характера, взгляда изнутри, он будет уходить, он будет писать только общеизвестные вещи. А здесь вот оно, вот как раз это письмо аноним, оно будет рассыпано вот этим таким совершенно явно внутренним кругом. И поэтому есть еще один момент. А как классическому позитивисту, как они, они же себя считают правильными, они владельцы истинного метода, как они воспринимают метод диалектического материализма? Вот что им кажется, как они думают, что это такое? Вот этот дарт Ленина, ведь он понимает, в чем дело. Если они вот со своими идеями, они себя считают крупными философами, учеными, настоящими и так далее. Но правда их модели не сбываются, их прогнозы не сбываются, все не так. А вот Ленин, который, с их точки зрения, дилетант, ничего не понимающий, так сказать, и похвалится тем, что они иногда публично, так сказать, показывали вот его какое-то невежество каких-то вопросов, ну невежество какое, терминологическое, там он не знает каких-то специальных словечек, грубо говоря, но при этом на практике то, что он говорит, то и происходит. В реальности, ну что, как сказать, да просто Ленин владеет истинным методом познания, он видит объективную реальность такую, какую она есть на самом деле, а вы видите только свои иллюзии, оставаясь вот в плену этого антропологического подхода. Не сама объективная реальность, а то, что люди думают по поводу этой объективной реальности. Вот в ней копаетесь. А как тогда объяснить-то, почему Ленин-то оказывается точнее, вернее, правильнее? Им это кажется, может казаться только мистикой. Ну, не знаю, мистическим прозринг каким-то. Вот, так сказать, вот происходит что-то такое, там, связь с Богом у него, или там, я не знаю, он там карты, там какие-то камушки там бросает, там кости, там как право налево, вот он бросил, у него все время везет ему. И там именно это демонстрируется, она ему такая, об этом и пишет, что сколько раз я показывал невежество Ильича, там на, в каких-то там вопросах и так далее. А дальше говорит, ну, я, говорит, поражаюсь, я не могу, как он только он и мог предсказывать, как он говорит, он пишет это на ним, что в 19-й год в кольце врагов. Ведь везде, в Сибири, Восток, Колчак, Добровой, на юге Деникин, на севере Юденич, мы до московского княжества, и он пишет, что мы уже в правительстве, так сказать, сидели на чемоданах, готовы эмигировать, мы все были убеждены, чтобы шевики власть не удержат. И буквально у него тексты на это написаны. Они все считали, что мы власть не удержим. И только, говорит, он в этот самый тяжелый момент, говорил, идиоты, делайте, что я вам говорю. У меня нет времени вас убеждать, и будет так, как я сказал. И будем побеждать, и за нами пойдет мужик. И так и происходило. Но он все равно не видит за этим науки, а вот все вот как бы объясняет вот этими его какими-то там озарениями. В этом смысле, вот эти все суммируя, все эти факты, они очень характерны, именно они подказывают высокую степень достоверности авторства этого труда Бухарина. Хотя, подчеркиваю, мы не можем, конечно, в науке вот глаз, так сказать, утверждать, потому что остается пространство для других трактовок. Но в любом случае, я очень советую для чтения этот документ. Он очень многие вещи там скрывает первых проблем и решений и сложностей, с которыми Ленина приходилось сталкиваться именно в этот момент. И что еще, там принципиально важно, там дается характеристика высшим политическим деятелям. Вот это, кстати, мы не простили, именно поэтому не признали, что это Бухарин. Он там прошелся по всем, по всем, кроме Ленина, ну, по всем высшим руководителям страны известным, включая Троцкого. Троцкий политический ноль. И в конце у него такая сгорча, да и я, батенька, политический ноль должен признать, такая у него адекватная, в общем-то, самооценка в конце. И вот еще один момент, который я бы хотел обязательно ответить. Разговоры по поводу болезни и смерти. Может быть, мы перенесем это на следующий эфир? Да, ну да, я бы хотел бы, потому что есть что еще сказать. Да, 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 там еще много чего можно сказать. Я на самом деле еще, у нас есть пара минут, я хотел вот задать такой вопрос. А был ли случай, когда Ленин действительно пригрозил своим уходом, то есть он об этом прям объявил? Было такое, да? Он не просто порядок косвенных, конечно, свидетельств. Вот он, ну когда ему не хватало уже сил, как распись анонима, это присутствует, что когда вот он все аргументы изложит, ну как диалектик, вот так, вот объективная реальность такая, они же как котята слепые, ну скажи, что ж такое слон, ну почему, веревка это. Вот он, он сидит, объясняет, объясняет, а действовать нужно, действовать нужно. Потом там же, понимаете, еще борьба за власть шла. И ведь люди иногда занимали другую позицию не потому, что они так, а потому что просто не хотели его, поднятия его авторитета. Никто, там были другие претенденты, они считали, что они вправе занять престол, тот же трон, да? И, соответственно, то есть вот он, когда у него аргументов не хватало уже, и когда он понимал, что люди не слышат, либо потому что в принципе не способны, либо потому что у них есть другие основания для этого, то есть они истину и не ищут, они просто борются за власть. То тогда он, вот у него последний аргумент, который у него оставался, он говорил, что значит так, я уже устал вас агитировать, значит принимайте, не принимайте, мне все равно. Или вы поступите так, как я вам говорю, или я ухожу в подполье и создаю новую политическую партию без вас. И вот это действовало на них, они все понимали, что... Да, 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 что вот они уже за жизнь просто свою боялись. В начале передачи, Герман Анатольевич, вы сказали о том, что биографией его никто, по большому счету, и не занимался, то есть нет такой книги. Или все-таки есть? Ну, конечно, занимались. Это я сказал о другом. Нет, я, может быть, неправильно понял, не то, что вы сказали прямо, а просто я говорю, что нет хорошей литературы, не занимались, а потом... Хорошая литература, конечно, есть, просто комплексная научная, научный портрет, скажем так, научного наследия. И Ленина, оно не создано. Для этого не было услуги в советский период об этом... Но это тоже тема отдельной передачи, сейчас не хочу просто говорить. Да, да, да. Потому что Советский Союз, по-моему, еще и должен был... Тут Ленина был создан, ссылка. Потому что казалось бы... Наши подписчики просто спрашивают по этому труду, то есть посоветовали бы что-нибудь по биографии, его конкретно, какая-то книга. Мы можем это перенести на следующий эфир, если хотите. Да, да, да. Да, если хотите, можем... Ссылка, кстати... Нужно комплексной. Да, и по поводу... И по поводу вашей литературы мы совсем забыли, а люди спрашивают, какой вы списочек. Алексей, а я вообще подготовил, я вам не послал? Нет. Подготовил, например, сейчас подготовил. Замечательно. А мы тогда разместим этот список и под предыдущим эфиром, и под этим. Уважаемые друзья, наше время подошло к концу, мы вынуждены прощаться, но обязательно вернемся с этой темой на следующем эфире. Подписывайтесь на нас, обязательно отмечайте, оставляйте свои комментарии, задавайте свои вопросы. Мы все читаем, перечитываем, не думайте, что мы как-то все игнорируем. Просто некоторые вопросы не отвечают заданным темам на данном эфире. Вот и все. Собственно, только лишь поэтому мы их не озвучиваем. Всего вам доброго, Герман Анатольевич, спасибо за то, что вы делитесь с нами знаниями. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok